Алина Загитова провела на высшем соревновательном уровне не так много времени, но все равно собрала все титулы, которые только есть в фигурном катании. Ее первая серьезная победа случилась в финале юниорского Гран-при 2016, при этом мало кто знает, какой сильный стресс испытала Алина на пути в Марсель. В то время Загитова жила в Москве с бабушкой, Этери Тутберидзе настояла, чтобы мамы в столице не было. В нашей истории это ключевой момент. Потому что при самостоятельном вылете несовершеннолетнего за границу требуется согласие родителей. Так вот, декабрь 2016, Алина вместе с бабушкой направляется в аэропорт. Случился казус. Мы с бабушкой забыли согласие от родителей, что они разрешают мне выехать за границу самостоятельно. Пытались уговаривать, просить, чтобы меня выпустили без этого документа. Но я еще несовершеннолетняя, и все оказалось намного серьезнее. Бабушка поехала домой, но не успевала вернуться до вылета. Я думала полететь в этот же день позже одной, без тренеров. Но Этери Георгиевна сказала, что в Париже очень большой аэропорт и это рискованно. Я очень расстроилась. Но все, что не делается к лучшему. У меня появилась злость. И я очень захотела хорошо выступить, рассказывала Загитова в интервью ФАК. Чуть позже оказалось, что вернулась Алина домой не зря, так как вместе с согласием фигуристка забыла еще и диск с музыкой для показательного. Загитова вспоминала, что когда все-таки добралась до Марселя, то вышла на лед вдохновленной, очень поддерживала мама, а папа настраивал, чтобы не отчаивалась, и говорил, что все в этой жизни делается не просто так. В итоге Алина уверенно откатала в оба дня, завоевав первый в карьере серьезный титул. И это было только начало.